здравствуйте в общем давно обещанное видео про технологию вот так вводная значит болтовня моя будет чисто с личной точки зрения из личных наблюдений и умозаключений не претендующие совершенно на истину последней инстанции и собственно как и вся предыдущая болтовня совершенно необязательное действие так сказать хотите слушайте не хотите не слушать в принципе тут нет как и в предыдущих видео желание кого бы то ни было чем-то убедить не в принципе не стоит такая задача итак о технологии дело в том что мне кажется что технология сама по себе особенно для зарабатывания денег то есть она имеет значение для любителей перфекционистов которые просто любят идеально делать изделия естественно она для них важно с точки зрения качества конечного продукта для профессионалов она критично если ты зарабатываешь этим на хлеб технология это равно сразу себестоимость себестоимость это сразу конкурентноспособность конкурентноспособность это способность в принципе существовать в природе на каком-то поле деятельность поэтому технологиями мне представляется одним из важнейших моментов в профессиональной деятельности прежде всего большинство наших цен они в общем то от того что либо технология просто не продумывается то есть вот я знаю массу людей которые как шилом накалывали разметку так они накалывают до сих пор их так как научили какое-то время назад так они там до сих пор вот это тоже часть технологий которая порождает до определенная клиентская база там так далее по накатанным она имеет значение но это это же не тут уровень поэтому конечно вы и все зависит от того с какими клиентами вы лично знакомы и возможно их покупательная способность компенсирует вашу а может быть и даже но безалаберность но может быть иногда даже она и не нужна профессионализм с точки зрения технологии потому что у вас не стоит задача быстро сделать работу вам наоборот надо показать клиенту что мы такая сложная работа я так страдал поэтому вы платите именно такие деньги такие моменты тоже существуют но если говорить о большинстве то технология будет краеугольным камнем их деятельность значит из наблюдений первое это не обязательно иметь большие деньги для того чтобы разработать технологию которая будет давать достаточно серьезный результат за короткий промежуток времени с хорошей повторяемостью я это из опыта из личного вынес здесь будет иметь значение вот все что у вас здесь способность анализировать допустим достаточно большой поток информации которую мы на ютюбе хотя если честно с этим именно достаточно сложно сейчас вот я за четыре года парадокс каналов стало намного больше а интересные информации я намного тяжелее начал находить поэтому но мой взгляд такой что если вы хотите по какому поводу по какому-либо поводу разработать технологию садитесь за youtube хотя бы на две недели делайте пометки делайте какие-то тестовые промежуточные пробы там изделия оснастку все что угодно для того чтобы посмотреть на сколько это удобно неудобно насколько это ваших условиях подходит то есть если у вас даже стесненные средства уверяю вас из личного опыта вы можете даже из маленькой цены выколотить определенное количество денег для того чтобы уже на них там перевооружиться или частично или полностью или постепенно и поэтапно поэтому если вы даже очень бедны все-таки технология вам доступна потому что разум доступен всем нам независимо от кошелька и стороны проживания значит дальше что я понял что ваш технология будет зависеть от помещения в котором вы находитесь то есть я уже упоминал такую мысль и я ее на себе сейчас испытываю ваша технология будет целесообразно вашему помещению то есть если в одно определенное время она вас вручала и в общем-то было рациональной в тех условиях которые существуют тоже если вы работаете вдвоем щеком она может быть поставлена под вопрос если у вас вместо 20 квадратов 50 она может быть поставлена под вопрос если у вас стал больше поток то есть у вас просто больше заказов вы перестаете справляться она тоже будет поставлена под вопрос то есть любое изменение внешней ситуации будет вылечить за собой изменение вашей технологии но меня вполне устраивали мои самоделки до того момента когда неволей волей не очень хорошего случая получил помещение которым в общем-то особо не думал мечтал на поэтому сейчас я там так или иначе думаю поставлю форматник который совершенно был немыслим в предыдущем помещении а сейчас это единственное что разумно там сделать поэтому ветер поменялись обстоятельствами сразу подход технологии изменился условно говоря значит дальше технологии но эта часть технологии естественно это последовательность операции это очень важно то есть неправильная последовательность операции будет влечь за собой усложнение технологии соответственно лишнюю дурную работу будете делать в итоге себестоимость будет возрастать следующим если вы хотите получить условно идеальную технологию вам надо будет потратиться либо постепенно либо сразу у кого какие возможности то есть станки надо иметь пол операционный мало того рационально но опять же вы будете упираться в площадях которых вы существуете на мой взгляд идеально это для каждой операции свой станок и своя оснастка если операция требуется на этом станке две значит надо два станка три три станка кто-то скажет бред но тот кто занимается серийным чем-нибудь выпуском прекрасно понимает о чем я говорю где нужно высокое качество и высокая повторяемость изделий вы неизбежно придете по операционному мало того повторюсь еще раз станок будет настроен только на одну операцию и оснастка к нему будет идти только на одну операцию для того чтобы получить минимальная себестоимость этой операции и естественно минимальное время потрачено то есть максимальный выход в итоге потому что у вас допустим какой-то серийное изделие будет условно из 20 операций состоять ваша задача очень быстро пройти вот эту цепочку из 20 операций причем последующие изделия 100 и предыдущие 100 должны быть одинаково значит дальше в технологии тоже важно очень сильно на мой взгляд поступать как немцы такая притча мне была подарена моим первым тестем который рассказывал как они в германии поставили раком западной германии советские фрезеровщики но немцы их крепко научили при этом там был у них финальный были машинки ятрон такие которые в кировограде на заводе красная звезда потом осваивали и делали это и на самом деле западные германские пишущие машинки которые там все секретарши раньше полу автоматически так вот они поехали туда в рамках советской программы и значит они обучались на заводе который делал эти машинки конце там у них финале был какой-то конкурс по фрезерованию и там по токарным и всем остальным работам между их и нашими наши в итоге выиграли ну за счет смекалки немцы вот как положено не делали вот так ну чему меня научил тесть на всю но всю жизнь на причем я это так услышал сначала и просто поверил на слово потом на практике это подтвердилось то есть фрезы диски и все остальное не перетачиваются это очень расточительно я знаю но в некоторых случаях особенно металлообработки это имеет критическое значение на самом деле не только в дереве допуски другие ну если вы допустим как володя занимаетесь изготовлением угольников то перетачивать инструмент крайне нежелательно если володя ты смотришь меня подтверди то есть дешевле купить новую фрезу то есть тебя должно быть на эту операцию хреново куча фрез желательно проверенного производителя который выдерживает свой режущий инструмент в определенных тебе нужных параметрах поэтому один из выводов техно технологически если вы хотите на выхлопе получить немаловажные меняйте только затупился инструмент не на переточенный на новый это будет иметь значение колоссальное для вашего серийного изделия если говорить обо мне например я свою перпорированную столешницу о котором постоянно говорю у меня есть определенный ресурс я меняю фрезу через каждое определенное количество каждую из тех которые я использую через определенное количество столешек строго это оправдало себя дальше про технологии кроме помещения кроме естественно подходом к самому этому изделию ты не можешь стоять на месте то есть и все равно даже если тебя устраивает полностью таких на которую ты владеешь должен периодически интересоваться всеми доступными способами и не стоять на своем а проверять на практике то есть если чужой способ оказался все то есть тут надо гибкость оказался все таки эффективнее не надо упиряться как баран извиняюсь на слове держаться за свое выпучив глаза и утверждать что это самое хорошее то есть если у тебя нет гибкости забудь парень о технологии ты просто не сможешь ее освоить тебе личные убеждения будут намного там и взгляды какие-то пусть может и не глупые взгляды но наверное в данном случае не уместны и просто упрешься в то что ты сам по себе не способен адаптироваться то есть технология это постоянно и постоянный процесс это не процесс там вот вы перевооружились и допустим клепаете там какое-то изделие через пять лет это изделие можно будет делать вообще другим способом через десять еще другим способом соответственно ваша технология устарела значит еще один из выводов крепких интересуетесь всеми новинками то есть вы должны быть открытым человеком живым разумом а достаточно гибким то есть это одно из свойств еще раз говорю так не понравившиеся людям если вы хотите значит владеть какими технологичными цепочками вам придется приспосабливаться адаптироваться не знаю как еще сказать постоянно причем адаптироваться к изменившимся условиям что еще будет важно для технологии кроме того что уже назвал дело в том что крайне сложно без сценария вот все держать голове и все это вывалить в эфир в короткий срок и очень меня у меня напишется всегда на вот на одном дыхании никогда никаких шпаргал мне ничего нету такую код перестань вот значит так про помещение сказал про сам про операционный все сказал про помещение значит еще про технологию да но это уже так как из практических советов хочу такой тоже вывод сделать вернее вывод выводом поделиться до любая струбцина самая дорогая какую вы купите она будет дешевле самого дешевого работника который он будет придерживать чего-то то есть вложение в технологию всегда вернуться и они как бы не казались дорогими на первоначальном этапе они намного дешевле чем он стоит будет человек либо ваша глупость одно из двух и то и другое будет намного дороже чем инструмент то есть опять же если вы хотите отстроить технологическую цепочку вы должны быть готовы к тому что вы на начальном этапе потратите достаточное количество ресурсов но если вы хотите идти дальше тоже повторюсь самая дорогая струбцина намного дешевле чем чая потому что допустим исходя из стоимости минимальной стоимости труда во франции но за один рабочий день я куплю одну струбцину там самую крутую за один рабочий день человека на завтра я куплю еще одну и послезавтра мне этот человек уже не нужен или он все остальные там не дальше мне чего-нибудь придерживает поэтому любые оснастка механизмы струбцины фрезы лишние лишняя единица она то есть она дешевле у меня в мастерской 4 пылесоса сейчас этого недостаточно я куплю пятый и шестой у меня фрезеров ручных фесту 214 2 0 1 22 2 0 и 1 10 10 я планирую купить еще один вернее я купил еще один 10 10 вру я его еще не применял в мастерской и еще один 22 2 0 то есть в итоге у меня будет каждый по паре я не буду раскрывать зачем но мне надо я это считаю дешевле чем опять же чтобы у меня время пропадало то есть это тоже будет иметь на мой взгляд для вас если вы допустим поверите мне иск я повторюсь все что я говорю может быть не истинного последней инстанции но по крайней мере за этим стоит опыт поэтому если кому-то он пригодится но буду рад что пригодился значит по стоимость я тоже сказал но но Продолжение следует...